Всем привет, друзья! С вами Рафаэль Анриэл. И сегодня мы посмотрим топ 5, почему вечный двигатель существует. 5 фактов о том, почему все это работает и почему во вселенной все гораздо сложнее, чем кажется. Вы находитесь на канале запрещенных технологий. Ставьте лайки, распространяйте это видео и будем начинать. Поехали! Первый факт то, что частицы постоянно находятся в движении. Частицы металлов, газов или прочих веществ находятся в постоянном вечном движении. Это вечное движение можно только остановить абсолютным нулем. Это температура минус 273 градуса Цельсия. На экране мы видим частицу, взвешенную в жидкости. Под действием ударов молекулы жидкости частица движется хаотично. Посмотрим, что определяет это движение. Увеличим картинку. Мы видим, что справа частицы ударяют три молекулы, а слева одна. Поэтому естественно, что под действием этих ударов частица движется влево. В следующий момент времени удары также несимметричны. Именно это определяет хаотичное движение броуновской частицы. Очевидно, чем крупнее взвешенная частица, тем слабее она реагирует на удары молекул. При повышении температуры движение броуновской частицы становится активнее. При понижении ее движение замирает. Поскольку такую температуру мы не можем постоянно получать, и соответственно движение получается вечным. То есть частицы словно вибрируют. И эта вибрация продолжается бесконечно. Второй факт. Вселенная, поскольку ученые отрицают вечный двигатель, где якобы энергия может происходить из ничего. Так они сами же себя и опровергают. Вечно расширяющаяся наша вселенная. Это еще один факт тому, что вечные двигатели возможны. Если вселенная действительно расширяется вечно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, третий факт. Вечный двигатель, опять-таки, природа. Когда нашу планету нагревает солнце, вода испаряется. Она перемещается в любое другое место, и там уже выпадает в виде осадков. Соответственно, это еще один своеобразный вечный двигатель, который работает за счет тепла нашего солнца. Если не было бы тепла, и, соответственно, этот бы природный вечный двигатель был бы невозможен. Но поскольку солнце будет еще очень-очень долго отправлять нам свое тепло, и, соответственно, вечный двигатель испарения у нас будет очень долго существовать. В принципе, потом начинают работать водяные генераторы, и вот эта вся вода заставляет производить электроэнергию. И своеобразный вечный двигатель. То же самое и с ветром, но там более все интересно. Четвертый факт. Это торнадо. Или любые другие вихри. Вихрь сам по себе считается вечным двигателем, поскольку его движение очень весьма интересное и загадочное. И вихри, если их поддерживать, они могут существовать достаточно много. Ну что, друзья, и последний, пятый факт. Это, друзья, радиация. Как ни странно, но это та вещь, которая действует почти вечно. Но тоже имеет особый распад. Ну, например, если взять где-то 25 тысяч лет, а то и больше, то я считаю это вполне похоже на вечность. Особенно для человека. Поскольку радиации очень много в космосе, а она, соответственно, убивает человека или живых существ постоянно, то это можно считать своеобразным вечным двигателем. То есть, вечная скверна для всего живого. Тоже своеобразный такой вечный двигатель. Если я что-то упустил, друзья, обязательно напишите в комментариях, что вы считаете еще каким-то вечным двигателем, или что более подробно подходит под это описание. Потому что в природе и физике существует очень много интересных вещей, которые не поддаются никакой логике, но подтверждают, например, существование вечных двигателей или вечной энергии. Ну что, друзья, с вами был Рафаэль Андреал. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и увидимся в новых видео. Будем делать вечные двигатели. Пока-пока.